Продолжение следует... 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 Сначала я не заметил людей, хотя и смотрел очень внимательно Потом я увидел у станции Уокинг, на линии железной дороги, несколько мечущихся темных фигурок И этим огненным хаосом был тот маленький мирок, в котором я безмятежно жил столько лет Я не знал, что произошло в течение последних семи часов Я только начинал смутно догадываться, что есть какая-то связь между этими механическими колоссами и теми неповоротливыми чудовищами, которые на моих глазах выползли из цилиндра С каким-то странным любопытством стороннего зрителя я придвинул свое рабочее кресло к окну, уселся и начал наблюдать Особенно заинтересовали меня три черных гиганта, расхаживавшие в свете пожарища около песчаного карьера Они, видимо, были очень заняты Я старался догадаться, что они там делают Неужели это одухотворенные механизмы? Но ведь это невозможно Может быть, в каждом из них сидит марсианин и двигает, повелевает, управляет им так же, как человеческий мозг управляет телом Я стал сравнивать их с нашими машинами и в первый раз в жизни задал себе вопрос Какими должны казаться разумному, но менее развитому, чем мы, существу броненосцы или паровые машины? Гроза пронеслась, небо очистилось Над дымом пожарищ блестящий, крохотный, как булавочная головка, Марс склонялся к западу Какой-то солдат полез в мой сад Я услыхал легкое царапанье и, стряхнув владевшее мной оцепенение, увидел человека, перелезающего через час такол Мой столбняк сразу прошел, и я быстро высунулся в окно ТСС Прошептал я Он в нерешительности уселся верхом на заборе Потом спрыгнул в сад и, согнувшись, бесшумно ступая, прокрался через лужайку к углу дома Кто там? Шепотом спросил он, стоя под окном и глядя вверх Куда вы идете? Спросил я Я и сам не знаю Вы ищите, где бы спрятаться? Да Войдите в дом, сказал я Я сошел вниз и открыл дверь, потом снова запер ее Я не мог разглядеть лица солдата Он был без фуражки, мундир был растыгнут О господи! Сказал он, когда я впустил его Что случилось? Спросил я И не спрашивайте Несмотря на темноту, я увидел, что он безнадежно махнул рукой Они смели нас, просто смели, повторял он Почти машинально он вошел за мной в столовую Выпейте виски, предложил я, наливая ему солидную порцию Он выпил Потом опустился на стул у стола, уронил голову на руки и расплакался, как ребенок Забыв о своем недавнем приступе отчаяния, я с удивлением смотрел на него Прошло довольно много времени, пока он овладел собой и смог отвечать на мои вопросы Он говорил о Трависта и Путана Он был ездовым в артиллерии и принял участие в бою только около 7 часов вечера В это время стрельба на пустоши была в полном разгаре Говорили, что первая партия марсиан медленно ползет ко второму цилиндру под прикрытием металлической брони Потом эта металлическая броня превратилась в треножник, очевидно, в ту первую военную машину, которую я увидел Орудие, при котором находился мой гость, было установлено близ Харселла для обстрела песчаного карьера, и это ускорило событие Когда ездовые с лафетом отержали в сторону, его лошадь оступилась и упала, сбросив его в рытвину В ту же минуту пушка взлетела на воздух вместе со снарядами Все было охвачено огнем, и он очутился погребенным под грудой и обгорел их трупов людей и лошадей Я лежал тихо, рассказывал он, полумертвый от страха На меня навалилась передняя часть лошади Они нас смели А запах, боже мой Точно пригорелое жаркое Я расшип спину при падении Так я лежал, пока мне не стало немного лучше Только минуту назад мы ехали, точно на парад, и вдруг разбиты, сметены, уничтожены Нас смели Повторял он Он долго прятался под тушей лошади, посматривая украдкой на пустошь Кардиганский полк пытался броситься в штыки, его мигом уничтожили Потом чудовище поднялось на ноги и начало расхаживать по пустоши, преследуя немногих спасавшихся бегством Вращившийся колпак на нем напоминал голову человека в капюшоны Какое-то подобие руки держало металлический ящик сложного устройства, из которого вылетали зеленые искры и ударял тепловой луч Через несколько минут на пустоши, насколько он мог видеть, не осталось ни одного живого существа Кусты и деревья, еще не обратившиеся в обугленные островы, горели Гусары стояли на дороге в ложбинке, и он их не видел Он слышал, как застрочили пулеметы, потом все смолкло Гигант долго не трогал станцию Уокинг и окрестные дома Потом скользнул тепловой луч, и городок превратился в груду пылающих развалин После этого чудовище выключило тепловой луч и, повернувшись спиной к артиллеристу, зашагало по направлению к дымевшемуся сосновому лесу, где упал второй цилиндр В следующий миг из ямы поднялся другой сверкающий титан Второе чудовище последовало за первым Тут артиллерист осторожно пополз по горячему пеплу сгоревшего вереска к Харселлу Ему удалось доползти до канавы, тянувшейся вдоль края дороги, и таким образом он добрался до Уокинга Дальнейший рассказ артиллериста состоял почти из одних междометий Через Уокинг нельзя было пройти Немногие уцелевшие жители, казалось, сошли с ума Другие сгорели заживо или получили ожоги Он повернул в сторону от пожара и спрятался в дымящихся развалинах Тут он увидел, что чудовище возвращается Оно настигло одного из бегущих, схватило его своим стальным щупальцем и размазжило ему голову о сосновый пень Когда стемнело, артиллерист пополз дальше и добрался до железнодорожной насыпи Потом он, крадучись, направился через Мэйбэрри в сторону Лондона, думая, что там будет безопасней Люди прятались в погребах, канавах, и многие из уцелевших бежали к Уокингу и Сынду Его мучила жажда Около железнодорожной арки он увидел разбитый водопровод Вода била ключом из лопнувшей трубы Вот все, что я мог у него выпытать Он несколько успокоился, рассказав мне обо всем, что ему пришлось видеть С полудня он ничего не ел Он упомянул об этом еще в начале своего рассказа Я нашел в кладовой немного баранины, хлеба и принес ему поесть Мы не зажигали лампу, боясь привлечь внимание марсиан, и Паши руки часто соприкасались, нащупывая еду Пока он рассказывал, окружающие предметы стали неясно выступать из мрака, за окном уже можно было различить вытоптанную траву и поломанные кусты роз Казалось, по лужайке промчалась толпа людей или стада животных Теперь я мог рассмотреть лицо артиллериста, перепочканное, бледное, такое же, вероятно, было и у меня Насытившись, мы осторожно поднялись в мой кабинет, и я снова выглянул в открытое окно За одну ночь цветущая долина превратилась в пепелище Пожар угасал Там, где раньше бушевало пламя, теперь чернели клубы дыма Разрушенные и развороченные Дома, поваленные, обугленные деревья, вся эта страшная, зловещая картина, скрытая до сих пор ночным мраком, теперь, в предрассветных сумерках, отчетливо предстала перед нами Кое-что чудом уцелело среди всеобщего разрушения Белый железнодорожный семафор, часть оранжерей, зеленеющий среди развалин Никогда еще в истории войн не было такого беспощадного всеобщего разрушения Поблескивая в утреннем свете, три металлических гиганта стояли около ямы, и их колпаки поворачивались, как будто они любовались произведенным ими опустошением Мне показалось, что яма стала шире Спирали зеленого дыма беспрерывно взлетали навстречу разгоравшейся заре, поднимались, клубились, падали и исчезали Около Чепхема вздымались столбы пламени Они превратились в столбы кровавого дыма при первых лучах солнца 12 Разрушение Уэйбридша и Шейкпертона Когда совсем рассвело, мы отошли от окна, откуда наблюдали за марсианами, и тихо спустились вниз Артиллерист согласился со мной, что в доме оставаться опасно Он решил идти в сторону Лондона Там он присоединится к своей батарее номер 12 конной артиллерии Я же хотел вернуться в Лезерхед Потрясенный могуществом марсиан, я решил немедля увезти жену в Ньюхевен, чтобы оттуда выехать за границу Мне было ясно, что окрестности Лондона неизбежно станут ареной разрушительной борьбы, прежде чем удастся уничтожить чудовище Но на пути к Лезерхеду находился третий цилиндр, охраняемый гигантами Будь я один, я, вероятно, положился бы на свою судьбу и пустился бы напрямик Но артиллерист отговорил меня Вряд ли вы поможете своей жене, если сделаете ее вдовой, сказал он В конце концов я согласился идти вместе с ним, под прикрытием леса, к северу до Стрит-Копхема Оттуда я должен был сделать большой крюк через Эпсом, чтобы попасть в Лезерхед Я хотел отправиться сейчас же, но мой спутник, солдат, был опытнее меня Он заставил меня перерыть весь дом и отыскать флягу, в которую налил виски Мы набили все свои карманы сухарями и ломтями мяса Потом вышли из дому и пустились бегом вниз по размытой дороге, по которой я шел прошлой ночью Дома казались вымершими На дороге лежали рядом три обуглившихся тела, пораженных тепловым лучом Кое-где валялись брошенные или потерянные вещи Часы, туфли, серебряное ложное и другие мелкие предметы На повороте к почтовой конторе лежала на боку со сломанным колесом распряженная тележка, нагруженная ящиками и мебелью Несгораемая касса была, видимо, наспех открыта и брошена среди рухляди Дома в этой части не очень пострадали, горела только старожка приюта Тепловой луч сбрил печные трубы и прошел дальше Кроме нас, на Мэйбэре-Хилле, по-видимому, не было ни души Большая часть жителей бежала, вероятно, к старому Уокингу по той дороге, по которой я ехал в Лезерхэт, или пряталась где-нибудь Мы спустились вниз по дороге, прошли мимо все еще лежавшего там намокшего от дождя трупа человека в черном костюме Вошли в лес у подножия холма и добрались до полотна Железной дороги, никого не встретив Лес по ту сторону Железной дороги казался сплошным буреломом, так как большая часть деревьев была повалена и только кое-где зловеще торчали обугленные стволы с темно-бурой листвой На нашей стороне огонь только опалил ближайшие деревья и не произвел больших опустошений В одном месте лесорубы, очевидно, работали еще в субботу Деревья, срубленные и свежеочищенные, лежали на просеке среди кучи опилок около паровой лесопилки Рядом стояла пустая лачуга Все было тихо Воздух казался неподвижным Даже птицы куда-то исчезли Мы с артиллеристом переговаривались шепотом и часто оглядывались по сторонам Иногда мы останавливались и прислушивались Немного погодя мы подошли к дороге и услышали стук копыт В сторону Уокинга медленно ехали три кавалериста Мы окликнули их, они остановились, и мы поспешили к ним Это были лейтенанты двое рядовых 8-го гусарского полка с каким-то прибором вроде Теодолета Артиллерист объяснил мне, что это гелиограф Вы первые, кого я встретил на этой дороге за все утро, сказал лейтенант Что тут творится? И в его голосе и в лице чувствовалась решительность Солдаты смотрели на нас с любопытством Артиллерист спустился с насыпи на дорогу и отдал честь Пушку нашу взорвало прошлой ночью, сэр Я спрятался Догоняю батарею, сэр Вы, наверное, увидите марсиан, если проедете еще с полмили по этой дороге Какие они из себя, черт возьми? Спросил лейтенант Великаны в брону, сэр Сто футов высоты Три ноги Тело вроде как алюминиевое, с огромной головой в колпаке, сэр Рассказывай Воскликнул лейтенант Что за чепуху ты мелешь? Сами увидите, сэр У них в руках какой-то ящик, сэр Из него выпыхивает огонь и убивает на месте Вроде пушки Нет, сэр И артиллерист стал описывать действия теплового луча Лейтенант прервал его и обернулся ко мне Я стоял на насыпи у края дороги Вы тоже видели это? Спросил он Все чистейшая правда, ответил я Ну, сказал лейтенант, я думаю, и мне не мешает взглянуть на них Слушай, обратился он к артиллеристу, нас отрядили сюда, чтобы выселить жителей из домов Ты явись к бригадному генералу Марвину и доложи ему обо всем, что знаешь Он стоит в Уэйбридже Дорогу знаешь? Я знаю, сказал я Лейтенант повернул лошадь Вы говорите, полмили Спросил он Не больше, ответил я и указал на вершины деревьев к югу Он поблагодарил меня и уехал Больше мы его не видели Потом мы увидали трех женщин и двух детей на дороге у рабочего домика, нагруживших ручную тележку узлами и домашним скарбом Они были так заняты, что не стали разговаривать с нами У станции Байфлит мы вышли из соснового леса В лучах утреннего солнца местность казалась такой мирной Здесь мы были уже за пределами действия теплового луча Если бы не опустевшие дома, не суетня и сборы жителей, не солдаты на железнодорожном мосту, смотревшие вдоль линии на Уокинг, день походил бы на обычное воскресенье Несколько подвод и фургонов со скрипом двигалось по дороге к Адустану Через ворота в изгороде мы увидели на лугу шесть пушек 12 фунтовок, аккуратно расставленных на равном расстоянии друг от друга и направленных в сторону Уокинга Прислуга стояла подли в ожидании, зарядные ящики находились на положенном расстоянии Солдаты стояли точно на смотру Вот это здорово! Сказал я, во всяком случае, они дадут хороший залп Артиллерист в нерешительности остановился у ворот Я пойду дальше, сказал он Ближе к Уэйбридшу, сейчас же за мостом, солдаты в белых рабочих куртках насыпали длинный вал, за которым торчали пушки Это все равно что лук и стрелы против молнии, сказал артиллерист Они еще не видали огненного луча Офицеры, не принимавшие непосредственного участия в работе, смотрели поверх деревьев на юго-запад Солдаты часто отрывались от работы и тоже поглядывали в том же направлении Байфлит был в смятении Жители укладывали пожитки, а 20 гусар, частью спешившись, частью верхом, торопили их Три или четыре черных санитарных фургона с крестом на белом круге и какой-то старый амнибус сгрузились на улицы среди прочих повозок Многие из жителей приоделись по-праздничному Солдатам стоило большого труда растолковать им всю опасность положения Какой-то сморщенный старичек сердито спорил с капралом, требуя, чтобы захватили его большой ящик и десятка два цветочных горшков с орхидеями Я остановился и дернул старичка за рукав Знаете вы, что там делается? Спросил я, показывая на вершины соснового леса, скрывавшего марсиан Что? Обернулся он Я говорю и... Продолжение следует... Продолжение следует...